Ребята, до окончания конкурса в ТикТоке осталось всего лишь 5 дней. Успей снять клип. Кстати, я решила выложить фильм с продолжением Дождь Санты. Ждите в эти выходные. Я люблю тебя! Не знаю, чем себя занять. Понятно. Вроде бы вечер, спать не хочется, хочется что-то поделать, но даже не знаю что. Может быть есть идеи какие-то? Слушай, я не знаю, я наверное спать скоро. Спать? Спать говоришь? Ну ладно, тогда, я не знаю, пожелаю тебе хорошей ночи. Может быть мы завтра где-нибудь встретимся? Встретимся? Ты не считаешь, что как-то рановато? Мы только начали общаться недавно. Ну так мы и встретимся для того, чтобы продолжить общаться. Ты точно не хочешь остаться еще на пару дней? Мне нужно работать, я бы с радостью. Все взяла? Да, в следующий раз я жду тебя в гости. Честно говоря, я так устала от города, вот бы в отпуск, на какие-нибудь острова. Да, спасибо, мне хватило. Ой, мне уже так себе ехал. Ну давай, позвони как доберешься. Давай, хорошо, пока. Пока. Последняя цифра твоего лайка покажет, за что тебя любят. Первый столбик для девочек, второй для мальчиков. Ставь лайк и пиши в комментарии, что получилось, чтобы твой комментарий попал в следующий ролик. Не переживай, они примут тебя. Кофе, нет, я решил, у меня своя жизнь, у них своя. Ты будешь жалеть. Пошли в отдел, пора. Может все-таки... Нет, пошли. Да, господа, дела у нас плохи. Пока мы никак не можем подкопаться к кратеру. Вусмысленно? Я не знаю, что делать. Надо опросить больше людей. Я не могу больше смотреть на этих несчастных бабушек. Надо кофе, надо. Нам нужны любые зацепки. А в суд подавали? Да, только это бесполезно. Сами знаете нашу судью. И вообще, слушок прошел, что она любовница Джейсона. Ну, владельца банка. Тогда мы точно не сможем им помочь. У многих бабушек все сбережения в банке. У них даже нет денег на оплату квартиры. А получить они смогут их только, скорее всего, после смерти. Какой ужас. Пошлите, мы обязательно что-нибудь придумаем. Не плачьте. Я принесу воды. Они забрали у меня все. Что? Расскажите, как это произошло? Пришла девушка молодая такая, красивая. Казала, что в нашем районе массовые кражи начались. А я там все деньги под подушкой храню. На еду, квартиру, или похороны что-то отложила. Она мне говорит, мол, положите деньги в банк под процент. Они-то будут сохранность. Их даже больше станет. И я согласилась. Но я же слепа, я ничего не вижу уже. Мне восемьдесят лет. И я попросила я со мной все прочитать. А она не сказала, что я могу снять деньги только через десять лет. А я в договоре, что написано. Что же мне теперь делать? Внучки, помогите. Ах, у меня нет слов. Что будем делать? Мне кажется, мы ничем не сможем помочь. Да, они поступили ужасно, но все по закону. Алло? Кофе ты с Нэнси? Ну да, а что? Приходите к Мэнси, мне кажется, мы знаем, как уничтожить Фредди. Он возрождается каждые тридцать три года. Так? Его невозможно убить во сне. Можно только задержать и так далее. Но нам не это не по силам. Сидеть постоянно во снах других и просить их проснуться. Так как тогда его убить навсегда? Навсегда, видимо, никак. Но мы можем отправить его небытие на тридцать с лишним лет. Если мы найдем его труп и уничтожим. Чего? Да, это мерзко, но другого выхода у нас нет. Убить его можно только если уничтожить его здесь, в реальном мире. Какой-то бред. А у вас есть другие предложения? Ладно, но у меня два вопроса. Как мы его найдем и как уничтожить труп? Хорошие вопросы. У меня ничего не приходит на ум, как взорвать могилу. Если он вообще в могиле. Есть одна зацепка. Я знаю, что он жил в деревне Клоувер. Когда еще был ребенком. И как мы найдем его дом? Без понятия. Будем спрашивать. Тут никого нет, деревня заброшенная. Может все-таки есть кто-то? Давайте ходить по домам. Может найдем что-то. Давайте. Может здесь что-то? Так. Как... Мне кажется, это череп. Смотрите. Аккуратно, смотрите, чтобы на голову ничего не было. Мне кажется, в этой деревне произошло что-то ужасное. мурашки по спине. Блин, это страшно. Так. Черт. Я помню, я была в этой деревне где-то год назад здесь такого не было. Что здесь произошло? Это же в обезьянной стене. На пожалуй, не похожи. Капец. Как побежали отсюда. На чердаке ничего нет. Ай. Здесь какие-то сундуки. Печка вообще древняя какая-то. Так. Может камина не печь. Ребята, ищите любые зацепки. Не знаю, посмотрите внимательно. Там ничего нет. Ну как нет ничего. Как-то тут странно все. Пойдемте дальше. Пойдем, пойдем. Там есть еще два дома и какое-то большое здание. Загоны пустые. Так, а здесь? Здесь даже мебель есть. О! Может быть тут кто-то обитает? Да вряд ли. Не знаю. Здесь дурацкая паутина. Давайте на втором этаже посмотрим. Давай, а куда ты летишь? Вот. И здесь пусто. И здесь тоже ничего. Но остался он дома и тут большое здание. Ну ладно, не уходи. Убитая паутина. Так, а здесь что? Смотрите, свисит свечка. Значит здесь кто-то недавно был. Аккуратно. Вот здесь камины что я зажжу. А, давайте тихо, кто-то живет. Думаешь? Ну вон. Смотри камин. Точняк. Здесь что-то был. А, это точно его дом. Смотрите. Это его фотография. Это точно Фалетти. А что если его труп тоже здесь? Это как-то слишком просто. Эй, ребята, у него тут сад. Пойдемте посмотрим. Пойдемте посмотрим. И что? Давайте тут посмотрим. Вуди, да это бред. По-моему, хорошее место для сохранения. Не знаю. Может, кладбище поищем. По-близости. Ммм, да, я думаю можно. Это как иголка в стоге сена. Пошли, Вуди. Уйдите, я вас догоню. Ладно. Пошлите. Ребят, я его нашел! И моя душа просто хотела домой. За годы не ходила. И ощущается, как я встал. Мы справились. Да, я так устала. Кстати, где ты был с утра? Я ходил там. Рики, я должен тебе кое-что сказать. Что такое? Мой отец. Он плохой человек. Я не могу идти против него. Но и потакать не могу. Я боюсь его. Он сегодня любого, кого ты встречала. А почему ты мне это рассказываешь? Я залез сегодня в его ноутбук. Он замышляет нечто ужасное. Кажется, он хочет убить Нэнси. Привет, ты уже вышла? Да, я вот дверь как раз закрываю. Хорошо, я буду ждать тебя на мосту. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова